Дорогие ветераны, дорогие соотечественники, дорогие граждане Словацкой Республики, дамы и господа, дорогие друзья! Ровно 75 лет назад в Европе завершилась война, не знавшая равных в истории по количеству жертв, горя, страданий и разрушений. И сегодня здесь, на мемориале Славин, где покоятся 6 845 советских воинов и 63 517 захороненных в Словацкой земле красноармейцев-освободителей, В этот святой для моей Родины день, для всех нас святой день, мы с чувством глубокой благодарности, со слезами на глазах вспоминаем всех тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу, тех, кто принес мир народам Европы, разгромил нацистский режим, самоотверженно трудился в тылу, помогая фронту. Несмотря на безответственные попытки некоторых деятелей в ряде стран Европы и за океаном поставить под сомнение освободительную миссию Красной Армии, героический подвиг ее солдат и офицеров во имя лучшего будущего, им никогда не изменить историческую правду о том, что именно народы Советского Союза внесли решающий вклад в разгром фашизма. В этой борьбе плечом к плечу наши солдаты вместе со словацкими патриотами, участниками словацкого национального восстания, партизанами, бойцами 1-го чехословацкого армейского корпуса освобождали Словакию от гитлеровцев. Это братство по оружию мы никогда не забудем. Как не забудем и тот вклад, который внесли наши союзники по антигитлеровской коалиции в нашу общую победу. Убеждены, что бесценный опыт сотрудничества во Второй мировой войне может и должен быть использован сегодня. Он может быть использован сегодня для преодоления глобальных вызовов, с которым мы сталкиваемся, для выстраивания новой жизнеспособной модели международных отношений и сотрудничества. Россия к этому готова, и Россия к этому стремится. А в этот знаменательный день мне хотелось бы также высказать слова глубокой благодарности руководству Словакии, местным властям, Словацкому союзу борцов-антифашистов, всему словацкому народу за подчеркнуто уважительное отношение к памяти своих освободителей, забережных забот о местах их захоронений, мемориалах и памятниках воинов Красной Армии, сохранение единой для наших народов, для наших стран правды о Второй мировой войне. Как вы знаете, неблагоприятная эпидемиологическая обстановка заставила всех нас скорректировать праздничные мероприятия. Но и тем сильнее наше стремление достойно отметить эту юбилейную дату нашей общей Великой Победы. По поручению президента Российской Федерации Путина посольство в этом году, несколько недель назад, вручило медали в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 59-ти проживающим в Словакии российским и словацким ветеранам. Мы также приняли участие в целом ряде торжественных мероприятий, которые были посвящены освобождению городов и сел Словакии от фашизма. Посетили десятки мемориальных объектов по всей стране, где возложили цветы к захоронениям и памятникам красноармейцам. Провели акцию в десяти городах, которая называлась Дорога памяти. И мы глубоко признательны всем, откликнувшимся на наш призыв, принять участие в электронном сегменте акции Бессмертный полк. Широкий охват и позитивный резонанс получила здесь также поддержанная нами, которая и собравшая сотни фотоотчетов, инициатива словацких друзей с Востока и с Кошиц, словацкий вызов, я благодарен. Отрадно, что активными участниками этой и других акций стали юные граждане Словакии. Также глубоко признательны нашим соотечественникам за их инициативы на местах, которые они посвятили празднику Великой Победы. И еще раз хотел бы обратиться к тем, кто пережил ужасы той войны, тем, кто сохранил человеческое достоинство, верность своей Родине, кто боролся с врагом, ко всем ветеранам. Ваш подвиг бессмертен. Мы навсегда в неоплатном долгу перед вами. Низкий вам поклон в этот памятный день. Желаю вам здоровья, благополучия, долгих-долгих лет жизни. Подольше быть с нами. А всем нам, ныне живущим, я пожелал бы быть достойными памяти тех, кто своей борьбой и своими жизнями завоевал для нас свободу и мирную жизнь. С праздником вас! С Днем Великой Победы! С Днем Великой Победы! С Днем Великой Победы!